От самочувствия будущей мамы зависит, насколько крепким и здоровым родится малыш. Но даже если с организмом все в порядке, важно знать, какие заболевания чаще всего передаются ребенку именно от нее. Уберечься от всего на свете невозможно, но можно подстраховаться. Если вы знаете свои болевые точки, следите за самочувствием и регулярно проходите обследование. Непременно появятся здоровые дети. Ну или хотя бы знаете, являетесь ли вы носителем заболеваний, которые с высокой степенью вероятности передаются малышу. Это можно сделать при помощи генетического тестирования. Каждый человек является носителем 4-5 мутаций. Мы это никак не ощущаем, это не отражается на нашей жизни. Но в том случае, если человек встречает свою вторую половинку с аналогичной мутацией в данном гене, ребенок может быть болен в 25% случаев. Это так называемый аутосомно-рецессивный тип наследования. Рассмотрим 12 болезней, которые ребенок наследует от мамы. Первая – сахарный диабет. Сладкая болезнь может передаваться по наследству, если у мамы есть установленный диагноз, а также ребенок может унаследовать не само заболевание, а повышенную восприимчивость к ней. Ученые считают, что вероятность передачи сахарного диабета 1 типа от матери к ребенку по наследству составляет около 5%. А вот если у будущей мамы диагностирован диабет 2 типа, то риск, что ребенок унаследует его, возрастает до 70%. Если оба родителя диабетики, то вероятность, что у малыша будет этот же диагноз, составляет до 100%. Второе – кариес. Это еще один часто наследуемый недуг. Если у матери были проблемы с зубами, то у ребенка кариес будет с вероятностью от 45 до 80%. Этот риск снижается, если вести идеальную гигиену зубов с появления самых первых зубов у малыша и регулярно наблюдаться у стоматолога. Но даже это не гарантирует, что у ребенка не возникнет кариес. Дело в том, что от матери ребенок наследует строение зубов. Если на них много бороздок, углублений, там будет скапливаться пища, что приведет к образованию кариозного налета. К другим важным генетическим факторам относится, насколько прочная эмаль, какой состав слюны, иммунитет и иммунный статус у мамы. Но это совсем не значит, что нужно махнуть рукой и не следить за полостью рта ребенка. Все-таки хорошая гигиена – это лучшая профилактика любых заболеваний зубов. Третье – дальтонизм. Нарушение восприятия цвета или цветовая слепота также считается наследственной болезнью. Если у матери есть это заболевание, то риск передачи дальтонизма составляет до 40%. Причем этот недуг от мамы намного чаще наследуют мальчики, чем девочки. По заключению ученых, мужчины в 20 раз чаще женщин страдают дальтонизмом. Девочкам дальтонизм передается только в том случае, если этим заболеванием страдают как мама, так и папа. Четвертое – гемофилия. Ее еще называют царской болезнью, потому что раньше считалось, что этот недуг поражал только самых привилегированных. Пожалуй, самой известной женщиной в истории, которая была носительницей этого заболевания, можно назвать королеву Викторию. Ген, из-за которого нарушается свертываемость крови, унаследовала внучка императрицы Александра. Жена Николаша, И по злому року, единственный наследник Романовых, царевич Алексей, родился с этой болезнью. Доказано, что гемофилию болеют только мужчины. Женщины являются носителями заболевания и передают его ребенку во время беременности. Однако ученые также утверждают, что гемофилией можно заболеть не только из-за плохой наследственности, но и вследствие мутации гена, который потом передается будущему ребенку. Пятое. Псориаз. Это кожное заболевание, которое нельзя спутать ни с каким другим. Красные шелушащиеся пятна по всему телу, к сожалению, оно считается наследственным. По мнению медицинских специалистов псориаз передается по наследству в 50-70% случаев. Тем не менее, этот неутешительный диагноз могут поставить детям, родители и близкие родственники, которых не болели псориазом. Шестое. Близорукость, дальнозоркость. Эти заболевания сродни лотереи. Установлено, что и близорукость, и дальнозоркость передаются по наследству, но может получиться так, что будущая мама – очкарик со стажем, а у родившегося ребенка будет все в порядке со зрением. Может быть и наоборот. Родители никогда не жаловались окулисту, а у появившейся на свет малыша либо сразу обнаружились проблемы с глазами, либо зрение стало резко садиться в процессе взросления. В первом случае, когда у ребенка нет проблем со зрением, скорее всего, он станет носителем плохого гена и передаст близорукость или дальнозоркость следующему поколению. Седьмое. Ожирение. Диетологи уверены, что по наследству передается не само ожирение, а склонность к полноте. Но при этом статистика неумолима. У матери, страдающей ожирением, дети в 50% случаев, особенно девочки, будут иметь лишний вес. Если избыточные килограммы есть у обоих родителей, риск, что дети тоже будут полными, составляет около 80%. Несмотря на это, специалисты по питанию уверены, что если в такой семье будут следить за рационом детей и физической активностью, то проблем с весом у малышей, скорее всего, не возникнет. Восьмое. Аллергия. Ребенок-аллергик может родиться и у здоровой женщины, но все же рисков значительно больше, если у будущей мамы диагностировано это заболевание. В таком случае вероятность появления на свет ребенка-аллергика составляет не менее 40%. Если же оба родителя страдают от этой аллергии, тогда по наследству это заболевание может перейти в 80% случаев. При этом не обязательно, если у мамы, к примеру, была аллергия на пыльцу, то такая же реакция будет у ребенка. У малыша может быть аллергия на цитрусовые или любая другая непереносимость. Девятое. Онкология. Этот страшный диагноз сегодня ставят, казалось бы, здоровым людям. Если у кого-то из прямых родственников был диагностирован рак, на чеку нужно быть обоим будущим родителям. Самые распространенные среди женщин онкологические заболевания – это рак грудной железы и рак яичников. Если они были диагностированы у женщины, то риск, что эта разновидность рака проявится у ее дочерей, внучек возрастает вдвое. Мужской вид рака – это рак предстательной железы, не передается по наследству, но предрасположенность к заболеванию у прямых родственников мужчин все же остается высокой. Десятое. Атеросклероз, гипертония. Кардиологи утверждают, что заболевания сердца, особенно атеросклероз и гипертония, можно назвать семейными. Патологии сердечно-сосудистой системы передаются по наследству, причем не только в одном поколении. Есть случаи из практики, когда заболевания проявлялись и в четвертом поколении. Болезни могут дать о себе знать в разном возрасте, поэтому людям с одегощенной наследственностью нужно регулярно обследоваться у кардиолога. Кстати, надо различать наследственные болезни и генетические. К примеру, синдром Дауна от него не застрахован вообще никто. Дети с синдромом Дауна рождаются, когда при делении яйцеклетка приносит лишнюю хромосому. Почему так происходит, до конца ученые еще не поняли, но одно ясно – вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна тем выше, чем старше мама. После 35 лет вероятность, что малышу достанется лишняя хромосома, увеличивается в разы. А вот такая патология, как спинально-мышечная атрофия, возникает в том случае, если и мама, и папа – носители бракованного гена. Если у обоих родителей есть мутация в одном и том же гене, то вероятность рождения ребенка за спинально-мышечной атрофией составляет 25%. Поэтому перед зачатием желательно проходить обследование у генетика обоим родителям.